Вооруженные силы Республики Южная Осетия в прошедшем году выполняли задачи по предназначению в соответствии с меняющейся внешнеполитической ситуацией. Комплекс мероприятий по боевой мобилизационной подготовке и боевому дежурству был спланирован с учетом новых приоритетов в сфере национальной безопасности и реализован в полной мере. В течение года активно проводились мероприятия по повышению боевой подготовки, проверки боевой готовности, в том числе внезапной, полевые выходы и сборы с боевой стрельбой, в том числе совместные с подразделениями 4-й военной базы 58-й армии Вооруженных сил Российской Федерации. Впервые военнослужащие Министерства обороны Южной Осетии приняли участие в трехстороннем командно-штабном учении в Абхазии. В маневрах были задействованы подразделения регулярной абхазской армии, абхазские резервисты, подразделения 7-й военной базы Минобороны России, оперативная группа и сводное подразделение батальона спецназа Минобороны Южной Осетии. Активная фаза маневров была проведена на полигоне Цабал Минобороны Абхазии. Начальник абхазской разведки доложил об обнаружении превосходящих сил противника. Были мобилизованы спецподразделения Абхазской Юго-Астинской армии, а также бронегруппа 7-й российской военной базы. В маневрах с боевой стрельбой были задействованы пехота, артиллерия, тактический воздушный десант, в составе которого участвовали юго-астинские спецназовцы. В результате совместных действий условный противник был уничтожен. В рамках международных действий военной деятельности Министерством обороны Южной Осетии в течение года осуществлялось тесное взаимодействие с Министерством обороны Российской Федерации. Активно велась работа по ряду важнейших межгосударственных и межведомственных соглашений в военной сфере. 30 ноября вступило в силу межгосударственное соглашение о порядке исчисления выслуги лет для назначения ежемесячной надбавки военнослужащим контрактникам и для установления размера ежемесячной надбавки за выслугу лет при исчислении пенсии лицам, уволенным с военной службы. Надбавки военнослужащие и пенсионеры начнут получать в ближайшее время. Также достигнута договоренность о поэтапном повышении денежного довольства военнослужащих вооруженных сил Южной Осетии. Соглашение планируется подписать в начале следующего года. В этом году Министерством обороны организован и проведен отбор абитуриентов, претендующих на целевые места в военных вузах Министерства обороны Российской Федерации. Юноши и девушки поэтапно прошли психологическое тестирование, медосмотр, сдали нормативы по офис подготовки и предметные экзамены. Абитуриенты, успешно прошедшие конкурсные испытания, после прохождения курса молодого бойца были приведены к военной присяге и направлены в свои учебные заведения. По приглашению Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу, Министр обороны Южной Осетии генерал-лейтенант Ибрагим Гассиев принял участие в 9-й Московской конференции по международной безопасности. Еще одно масштабное международное мероприятие, в котором участвовал Министр обороны по приглашению российского коллеги военно-технический форум «Армия-2021». По мнению Гассиева, Российская Федерация как мировая держава является наиважнейшим участником международной безопасности. Еще одним из важнейших направлений взаимодействия с российским оборонным ведомством является военно-техническое сотрудничество, в рамках которого в Минобороны Южной Осетии в течение года осуществлялись поставки вооружения и военной техники. Обязательства по ранее достигнутым договоренностям российской стороны были выполнены в полном объеме и с опережением графика. Военная продукция способствует качественному выполнению стоящих перед вооруженными силами задач. Увековечение памяти защитников Отечества – одно из приоритетных направлений. В начале года была учреждена ведомственная медаль имени Алана Джуоева, одного из основателей национальной армии. Первая медаль Джуоева была передана на хранение его семье. В феврале в военном городке Министерства обороны Южной Осетии состоялось торжественное открытие мемориального комплекса воинской славы. В мемориале увековечена память военнослужащих регулярных вооруженных сил, погибших при отражении грузинской агрессии, защите территориальной целостности и независимости Республики Южная Осетия. С момента открытия по распоряжению министра обороны здесь проводятся уроки мужества для учащихся школ республики. В течение года Министерством обороны проведен ряд торжественных мероприятий в честь важных ведомственных и государственных дат. В мае этого года в честь 76-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне были проведены именные парады для ветеранов перед их домами. Важнейшим и наиболее масштабным торжественным мероприятием в прошедшем году стал военный парад в честь 31-й годовщины образования Республики Южная Осетия, который был проведен на главной площади города Героя Цхинвал 20 сентября. В торжественном мероприятии приняли участие парадные расчеты Министерства обороны и других силовых ведомств Южной Осетии и России. По площади проехала военная техника. Весной и осенью текущего года проведен призыв граждан в возрасте от 18 до 27 лет на действительную военную службу. Под руководством офицеров в ходе сборов по программе курса молодого бойца был проведен первый этап адаптации новобранцев к военной службе. После приведения к военной присяге юноши зачислены в состав учебной роты Министерства обороны для прохождения дальнейшей службы. В соответствии с планами проводятся теоретические и практические занятия по различным войскам дисциплинам, строевой и физической огневой подготовке. Солдаты-срочники обеспечены всеми видами довольствия. Созданы необходимые условия для качественного выполнения задач. Одним из ярчайших примеров взаимного сотрудничества оборонных ведомств России Южной Осетии в уходящем году можно назвать участие команд национальной армии в армейских международных играх. В рамках масштабного военно-спортивного мероприятия представители Южной Осетии выступили наряду с представителями России и множество других стран в конкурсах «Танковый биатлон», «Отличники войсковой разведки», «Эльбрусское кольцо». Кроме того, югостинские курсанты российских военных кузов участвовали в ряде других конкурсов среди команд не в полном составе. Танкисты и участники 2-го дивизиона порадовали болельщиков отличными выступлениями, как в индивидуальных заездах, так и в финальной эстафете. За успехами нашей команды следила вся Южная Осетия. Команда батальона спецназа в конкурсе «Отличники войсковой разведки» продемонстрировала стойкость и выдержку, волю к победе при прохождении всех этапов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова